Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по образованию Алена Аршинова. Алена Игоревна, вы к нам прямо с корабля на бал. Недавно завершился первый этап съезда Единой России, и вы у нас в студии. Давайте поговорим немножко об этом, как прошел съезд, о чем говорили, может быть, какие-то судьбоносные решения были приняты. Действительно, съезд был очень значительным, интересным, и надо отдать должное Чувашской Республике, потому что чувашская делегация на съезде была достаточно представительной, и нам удалось поучаствовать в съезде и в предваряющих дискуссионных площадках. Что касается дискуссионных площадок, которые у нас проходили 5 февраля, действительно были очень интересные, профильные. Это и здравоохранение, и образование, и бюджетная политика, экономическое развитие, и антикризисный план. Это и различные другие отраслевые, в том числе и сельское хозяйство, и другие площадки. Естественно, участвовала вся фракция Единой России в Государственной Думе, все депутаты Государственной Думы по мере принадлежности и профилю комитетов участвовали в этих площадках. Точно так же, как и мне удалось поучаствовать, и каждый из нас вносил свои предложения, потому что мы формируем сейчас предвыборную программу, мы формируем сейчас, собираем различные предложения и наказы с жителей нашей страны, и, конечно, на этой базе наказов и предложений будет сформирована полноценно хорошая программа. Что касается тех предложений, которые озвучила я, половина из них уже точно у нас вошла в программу, потому что это действительно ценные предложения, и они основаны как раз на просьбах наших избирателей, на вот как раз сообществах, с которыми я работаю. Это родительское сообщество, это педагогическое сообщество. Мы предложили ограничить рост родительской платы за детские сады, плату за коммерческие отделения, за обучение в вузах, и в том числе плату за студенческие общежития, питание в продленке ростом инфляции, то есть не выше инфляции. Мы предложили в том числе создать электронный аналог, сейчас создается российская электронная школа, мы предложили также создать российский электронный детский сад, но это в первую очередь должно позволить снять лишний документооборот, лишнюю бюрократизацию с педагогов, потому что педагоги сегодня очень сильно страдают от лишней бюрократизации, потому что, к сожалению, с этим вопросом пока еще наше федеральное министерство не справилось, но я надеюсь, что в том числе с нашей помощью справится. Есть примеры хорошего, хороший пример, поэтому наверняка справится. Конечно, что касается в целом работы съезда, то действительно были Дмитрием Анатольевичем Медведевым, как председателем партии, одновременно председателем правительства, озвучены и задачи, с чем нам нужно идти, какие проблемы сегодня решать. Естественно, мы задавали вопросы, потому что у нас тоже есть вопросы по поводу антикризисного плана и каким образом мы будем двигаться дальше. Это в том числе обсуждалось и на площадке по Праймерис, затем на съезде уже формат. Наш предвыборный формат – это сначала Праймерис, это предварительное народное голосование, поэтому, конечно, здесь «Единая Россия» гораздо сложнее выходить на выборы, потому что мы сначала выборы внутри нашей партии проводим, и здесь может выдвигаться любой человек в кандидаты, в депутаты, сторонник партии. Пожалуйста, вы можете не иметь отношения прямого к партии. И с другой стороны, точно так же может приходить любой человек и отдать свой голос за конкретную персону, за конкретного выдвиженца. Поэтому 22 мая у нас как раз пройдет единый день голосования, именно предварительного голосования. Это надо объяснить нашим зрителям, слушателям, что все-таки единый день голосования, сами выборы состоятся 18 сентября, а 22 мая состоятся именно внутрипартийные голосования. 22 мая пройдет предварительное голосование, так называемое Праймерис. То есть туда сейчас выдвигаются, будут искаться кандидатуры, предложения будут кому-то высказываться. Да, вот как это будет идти? Да, это достаточно интересная процедура. Зарегистрироваться может любой человек. И сейчас мы понимаем, что, в принципе, на любой территории это может быть сотни людей. Но между ними обязательно должны проходить дебаты. Причем обязательно с форматами и телевидения, и радио. И это обязательный формат участия. То есть нет уважителей причины. Кандидаты в единой России будут проходить через дебаты. Обязательно. Что касается другой стороны, это еще и морально-нравственная сторона. То есть здесь наши участники Праймерис будут заключать соглашение, подписывать заявление о том, что они обязуются по всем законам морали и нравственности ввести свою дискуссию и свое участие. То есть это не с помощью очернения другого выдвиженца, а только презентуешь себя. То есть здесь есть определенные условия участия в этом. Сейчас у нас работает интересный сайт. Проект называется «Кандидат». Он на странице «Единая Россия». Это подсайт. Интересные видео размещены, которые, в принципе, должны быть полезны для любого кандидата. Потому что это видео тех людей, кто уже участвовал не раз. И одномандатникам, самым выдвиженцам выдвигался. И прошел и через все тернии уже и политической жизни. Это и как вести себя с прессой. Это и постановка речи. Это и ваша программа. И так далее. То есть это правда интересно. И я думаю, что нашим зрителям тоже можно будет воспользоваться возможностью зарегистрироваться. Даже просто посмотреть, каким образом ведется сегодня такая политическая уже, по сути, кампания. Ну и потом, наверное же, выборы 18 сентября, они совмещены. И таким образом, наверное, скажем так, большие депутаты из «Единой России» подыскивают себе соратников в региональных парламентах. Каким-то образом мы же должны знать, кто идет. И вы должны в первую очередь знать, кто вместе с вами будет работать в регионах. Вы знаете, хотелось бы действительно, чтобы выборы становились прозрачнее. Именно поэтому «Единая Россия» и инициирует такой открытый формат. И очень хорошо, что в Чуваше этот формат уже опробован. Мы помним, как проходили выборы у нас и в городе, в Чебоксарах, и выборы главы Чувашской республики, где у нас победил Михаил Васильевич Игнатьев, был выдвинут. И реально была опробована эта конструкция, эта процедура праймерис, открытое голосование. Поэтому, конечно, здесь «Единая Россия», чтобы понимали наши избиратели, гораздо выигрышнее смотрится. Потому что списки, например, в «Справедливой России», в коммунистической партии, в других партиях, как правило, составляются закрыто, в закрытом формате. И никогда не понятно, почему именно этот человек на этой позиции. В «Единой России» все будет понятно. Все проходят процедуру предварительного народного голосования. «Пожалуйста», отдаются предпочтения. Люди выбирают себе кандидатов в депутаты. Затем приходят и за них отдают свой голос, если они не уверены, что этот человек – их кандидат. Поэтому здесь все абсолютно прозрачно и понятно. Вот это самое главное, для чего это делается. Алена Игоревна, давайте немножко тогда, может быть, к делам насущным нынешним. У вас достаточно насыщенная программа нынешнего визита в Чувашскую республику. Что вы делаете, с кем вы встречаетесь? Может быть, какие-то вопросы решаете проблемные? Вы знаете, на самом деле, вне зависимости от того, нахожусь я в Чувашской республике или в Государственной Думе, естественно, в первую очередность я решаю вопросы именно Чувашские. Потому что я являюсь представителем Чувашии в Государственной Думе. Собственно, избиратели отдали свой голос за «Единую Россию». Этот мандат принадлежит «Единой России». Поэтому я работаю, и это мой приоритет. Естественно, я работаю в команде. Потому что если нет команды, нет и результата. И мы видим это и по другим регионам. Видим, к чему это приводит, к нехорошим различным ситуациям. Поэтому мы работаем вместе с Михаил Васильевичем Игнатьевым, вместе с правительством. И самое главное, что мы постоянно на связи со всеми министрами. И вот сегодня, вот в эти дни мы решаем, пока озвучивать не буду, всю программу, над которой мы сейчас работаем. Это с министром экономического развития, министром экономики Абреком Владимировичем Ивановичем. Мы сегодня стараемся удовлетворить потребности в субсидиях на создание высокотехнологичных рабочих мест. Это касается наших предприятий и в совместной работе с университетами. Поэтому, собственно, эту программу как раз курирует Министерство образования и науки с партнерами. Поэтому мы сейчас работаем над этим. Конечно, мы заинтересованы сейчас как раз идет распределение субсидий на сельские школы, на спортивные залы, как всегда. Чувашская республика будет участвовать в этом проекте. И сейчас мы заинтересованы в попадании программы на поддержку, на реконструкцию общежитий студенческих. Это очень актуальная тема, поэтому мы сейчас работаем над этим. Подаем заявки. Нам очень важно сейчас продолжить программу по строительству школ. Потому что у нас трансформируется программа детские сады в школы. И очень важно, чтобы одна-две школы в Чувашской республике были построены. Конечно, здесь строительный цикл гораздо длиннее. Это не детский сад, это сложнее. Тем более, что типовые проекты сейчас регистрируются и проходят через Минстрой. Один наш проект, Чувашский, уже прошел регистрацию. Поэтому нашим типовым проектом будет пользоваться не только мы сами, но и другие регионы, что очень важно. И очень важно еще попробовать построить модульную школу. Потому что здесь выбирают Минобор только надежные регионы, как партнеры. Потому что это новый проект. И здесь попадают только несколько буквально регионов в этот проект. Поэтому мы стараемся. Но у нас озвучили на 2016 год в планах две школы. Это в Комсомольском районе и в Чебоксаре. И глава Чувашии неоднократно подчеркивал, что пока не будет построена школа, не будут хотя бы видны дела, деньги из федерального министерства не придут. Это правда. Сейчас ужесточились правила. Потому что программа по детским садам показала, что, к сожалению, есть регионы, которые злоупотребляют. Из-за этого едины правила. Я вынуждена отметить, как федеральный координатор по проекту детские сады, как человек, который в комитете курирует дошкольную сферу, что нас ряд регионов подвели. И, к сожалению, не израсходовано оказалось больше миллиарда рублей с 2013 года. Есть регионы, которые субсидии не освоили. Жители, к сожалению, не знают, что их регион не справился, и поэтому деньги вернулись. Потому что власть не заинтересована в объяснении причин и так далее. Проще найти причины, чем найти деньги на софинансирование и действительно найти хороших подрядчиков, отрегулировать это. В этом плане, конечно, они нас подвели и ужесточились условия, что только когда вы строите, деньги приходят. К сожалению, были регионы, я их тоже называть не буду, потому что это история с обиженными руководителями. Поэтому, где уже была предоплата 30%, деньги выведены из регионов, и продолжать строительство очень сложно. Даже где-то в ряде регионов больше половины денег было отдано на строительство, а место пустует. То есть нет ни коробки, ни фундамента, ничего. Поэтому в этот раз мы, конечно, сейчас ведем переговоры. Я настаиваю перед Министерством образования и Министерством финансов, перед социальным блоком. И у нас будет встреча с Ольгой Юрьевной Голодец как профильным вице-премьером с тем, чтобы этот миллиард, там почти миллиард 200 миллионов вернулись в регионы. Потому что деньги законтрактованы, потому что жители не виноваты. Дать им еще один шанс, тем властям, кто не справился. Потому что 62 тысячи детей от 3 до 7 лет в стране еще ждут путевок в детские сады. От 0 до 3. 415 тысяч детей. Поэтому проблема есть, ее нужно продолжать решать. И здесь, конечно, еще раз подчеркну, что Чувашская республика справляется с взятыми социальными обязательствами, справляется с тяжелыми программами, потому что детские сады – это нелегкая программа. И надо дать должное, что Михаил Васильевич Игнатьев, как глава, лично курировал эту программу точно так же, как ее лично курировал премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. И только когда личный контроль, только тогда получается. И очень важный момент, кстати, что мне приятно, что на съезде, перед всем съездом, наш проект «Детские сады. Дети» Дмитрий Анатольевич лично похвалил и отметил. Я его назвал самым успешным проектом. Ну, это замечательно, когда есть такой повод, где не только ругают, но и хвалят. Да, в нашей сфере это редкость. Алена Игоревна, еще одно направление, где есть ваши комментарии, которые вы курируете, которые вы постоянно держите на контроле, это действительно студенческие общежития. И вы были, по-моему, в Санкт-Петербурге, всю эту ситуацию изучали со студенческими общежитиями. В Чувашии вы обмолвились ранее, что будет ремонт общежитий. Есть какие-то уже планы по ремонту студенческих общежитий в Чувашской республике? Вы знаете, я, конечно, не хотела бы пока забегать вперед, потому что деньги еще пока не пришли. Пока деньги не пришли, лучше пока не обсуждать. Потому что сейчас нам нужно еще, точно так же, как во всех других программах, бороться за право получения этих денег. Потому что на всех денег этих не хватит. Что касается Санкт-Петербурга, то там ситуация особенная. Инфраструктура хорошая, но, к сожалению, есть злоупотребление со стороны руководства и межвузовского студенческого городка, и ректоров университетов. Понятно, что студенты не имели доступ к спортивной и образовательной инфраструктуре. Кроме того, студенты просто мерзли. Вынуждены были готовиться к сессии, сдавать зачеты, экзамены, будучи одетыми у себя в своих собственных комнатах. Но это неправильно, когда ты в шапке и в варежках готовишься к экзамену. Поэтому, конечно, что касается Санкт-Петербурга, то это было нарушение температурных режимов. В этой связи я обратилась и в Генпрокуратуру, и в Роспотребнадзор. И более того, вы знаете, что горело несколько общежитий. Потому что, как я понимаю, предварительно студенты пользовались обогревательными приборами, но они не виноваты, что они не хотели мерзнуть. И в этой связи пользовались теми механизмами, которые они для себя предусмотрели. Помогли бы им согреться. Естественно. Поэтому сейчас проводится проверка, по чьей вине был снижен температурный режим. В целях экономии, в целях, может быть, каких-то других. Сейчас проводится проверка, и мной высказано предложение министру образования с тем, чтобы были пересмотрены санитарные правила и нормы, обновлены, потому что были внесены поправки только в 2011 году. Они были несущественны. На мой взгляд, необходимо пересмотреть эти поправки. Сегодня мы можем работать с общежитиями. Мы должны увеличить квадратные метры с 6 до 8. И, естественно, предусмотреть вообще возможности, мне кажется, что холодильник. Более цивилизованных условий жизни. Да, более цивилизованных условий жизни, но и доступность холодильника, электрического чайника и других электроприборов, которыми пользуются девушки и так далее, они должны быть легально. Должны легально размещаться, и никаких не должно быть проблем. Я знаю, что коменданты сама жила в общежитии долго, 4 года, с 7 по 11 год. И знаю, что коменданты, естественно, без нашего ведома открывают наши двери ключами и проверяют наличие быдовых каких-то приборов и под кроватью, и в шкафах, и так далее. Для них удобно, что пространство маленькое, все понятно. Поэтому это неправильно, и так долго жить нельзя. Мне кажется, уже пришло время все менять. Поэтому мы внесли свои предложения, пока министр нас не услышал, потому что министр предложил, сослался на то, что ремонт просто делался некачественно, и предложил студентов включать в состав приемной комиссии вот этого ремонта, который, да, качество строительства или качество ремонта. На мой взгляд, право, это право, это не обязанность, потому что основная обязанность студента учиться. Особенно я понимаю, что, скорее всего, будут опять включаться студенческие советы и студенческие правкомы, но основная масса студентов так и будет, скорее всего, недовольна, и это вообще не их задача этим заниматься. Поэтому каждый должен заниматься своими обязанностями, и как право, пожалуйста. Но все равно это не снимает ответственности из федерального министра, все равно нужно предусмотреть изменения в санитарных правилах и нормах, на мой взгляд. Ну и, кроме того, нужно нам попасть вот в эту субсидию, потому что, конечно, у нас общежитие очень скромный, более чем. Я была, видела, что есть и, ну, надо называть вещи своими именами, то есть когда этаж, на один этаж душ или на два этажа душевая, или постирочный нет, например, гладильный нет, или, ну, это достаточно тяжелые условия. Я понимаю, что когда совершенно нет вариантов, ты живешь, не живешь, но мне кажется, нужно предоставлять уже более цивилизованные условия, и Чувашия должна обязательно попасть в эту программу. Спасибо большое, Алена Игоревна, за ваши дела, за вашу работу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что, как всегда, приглашаете. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию Алена Аршинова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова